Девушки отдыхают Необъяснимую аномалию не так давно зафиксировали и в Сан-Франциско И вот свечение, напоминающее пробойну, очевидцы наблюдали всего несколько месяцев назад в Италии Одни аномалии можно объяснить оптическим феноменом – гало Другие не поддаются физическим законам, уверяют эксперты Как, например, вот такие гигантские круги из облаков невероятной цветовой палитры Некоторые специалисты предполагают, что они возникли в результате кристаллов льда Которые приняли причудливую форму, напоминающую пробойну Однако Павел Зверидов выдвигает свою неожиданную гипотезу По ней эти аномалии вызваны сбоем в работе купола Который защищает Землю от воздействия извне Купол вращается над нами, мы зимой и летом видим привычные конфигурации наших звезд Но только они немножко меняются Там хвост большой медведицы, там она то перевернута, ковшик, то такой Это понятно, потому что здесь изменяется соотношение угла по отношению к Солнцу Удивительно, что в одном из самых древних текстов на Земле Библии говорится Что Земля полностью накрыта твердым сводом, называемым небесной твердию В священном тексте сказано, что эта небесная твердь стоит на Земле и на столбах При этом у небосвода есть края, до которых можно дойти пешком по Земле При этом за пределами таких краев никакой Земли нет Если все это сложить воедино, то становится ясно, что по тексту Библии Земля подразумевается плоской, уверяет популяризатор науки Андрей Бухарин Он обращает внимание на тот факт, что о некоем куполе, который необходимо пробить человечеству Чтобы изменить мир к лучшему, нередко упоминает и американский политик Хиллари Клинтон Например, в Соединенных Штатах такой известный политик, как Хиллари Клинтон Ну, уж кто ее не знает Сколько у меня есть... Я слышал ее три выступления Где она угрожала пробить стеклянный купол над землей Андрей Бухарин убежден Стеклянный потолок, который упоминает Клинтон, вовсе не фигуральное выражение А вполне себе определенный намек для тех, кто понимает, о чем речь Но официальная наука гипотезу о некоем куполе, защищающем Землю, всерьез не воспринимает Если, конечно, речь не идет об атмосфере Да и как быть с ракетами, которые вот уже больше 50 лет запускает в космос человечество Они все взрываются? Или падают обратно на Землю? Ответить на этот вопрос решили сторонники гипотезы плоской Земли И запустили свою ракету, предварительно закрепив на нее камеру Выяснилось неожиданное Посмотрите, вот видеозапись этого эксперимента На кадрах видно, как ракета внезапно теряет скорость А затем и вовсе зависает При этом слышен глухой удар Сторонники гипотезы плоской Земли заключили Ракета врезалась в купол Однако ученые тут же подняли это заявление насмерть И пояснили Все дело в приборе под названием ЕО-ЕО-Деспин Которым оснащены все ракеты Он создан для того, чтобы снижать вращение спутников при запуске А значит, никакой тут мистики нет Именно его воздействием можно объяснить торможение ракеты Правда, при этом нет и никаких доказательств того, что этим прибором была оснащена ракета Как бы то ни было, исследователи обращают внимание на другой спорный момент Посмотрите Этот любительский ролик записал пилот самолета И на нем отчетливо видно, что ракета летит не по прямой, а по баллистической траектории Но как это объяснить? Все ракеты летят горизонтально, как самолет То есть они не летят вертикально вверх, а начинают заваливаться И как бы официальная точка зрения, что они выходят на орбиту Ну, фактически улетают, как самолет из зоны зрения Действительно, ученые говорят, что на высоте около 100 километров Ракета все-таки покидает атмосферу А благодаря такой технике значительно экономится топливо Тогда, как многие исследователи с таким аргументом не согласны Ведь они утверждают Нет никакого реального доказательства, что ракеты действительно достигают космоса Посмотрите Это видео запуска ракеты А самое интересное начинается вот здесь Вот что это? Это компьютерная графика Так и скажите об этом, что это компьютерная графика Это моделирование какое-то? Кто, если это съемка, то кто это снимает? То есть рядом еще Карлсон летит То есть это то, что они показывают нам 3D-моделирование Вот это Скептики говорят, что такое видео можно объяснить комбинированными съемками Вот только где искать реальные кадры? Вопрос, на который нет ответа, уверяет Вадим Шагалов Он обращает внимание на радиационный пояс С которой выше 24 тысяч километров над Землей Убивает все живое Едва американцы начали свою космическую программу Как их ученый Джеймс Ван Аллен совершил важное открытие Первый американский искусственный спутник, запущенный именно орбиту Был куда меньше советского Но Ван Аллен додумался прикрепить к нему счетчик Гейгера Таким образом была официально подтверждена, высказанная еще в конце 19 века, выдающимся ученым Николой Теслой Гипотеза о том, что Землю окружает пояс интенсивной радиации И эта радиация для живого смертельна Если мы посмотрим на один из недавних роликов НАСА Который выложен сейчас в Ютубе, в открытом доступе Там один из сотрудников НАСА нам объясняет Что радиационный пояс Ван Аллена до сих пор не преодолен Я не знаю, было ли это сделано нарочно, либо это его оговорка Но тем не менее, он сам утверждает в лице НАСА Что радиационный пояс Ван Аллена никогда не был преодолен Это практически отрицает саму возможность полетов на Луну с 1969 года и до 1975 Согласно заверениям НАСА, астронавты отправились на Луну Во время так называемого солнечного минимума То есть в момент низкой радиации И хотя независимые специалисты уверяют, что подобную дату солнечной спячки Со стопроцентной точностью невозможно предсказать даже на ближайшие 24 часа Попробуем представить, что астронавты преодолели смертельный пояс и оказались на Луне Вот только что произошло дальше? Вот они, посмотрите Прыгали по лунной поверхности, причем явно не в тяжеленных скафандрах Тогда как наш космонавт Алексей Леонав за три года до этого вышел в открытый космос Одетым в сверхтяжелый свинцовый костюм Какая революция произошла за эти три года? Возможно, специалистам из НАСА удалось обнаружить сверхлегкий материал Который надежно защищает космонавтов от радиации? Ответа нет Приверженцы гипотезы плоской Земли уверяют Никаких миллионных расстояний нет Источник Солнца находится на высоте около двух тысяч километров Поток света рассеивается, подобно свету фонарика во тьме Эффект радуги и галу объясняется стеклянным небом Солнечный свет попадает на стекло и даже преломляется Озонь формируется с помощью стекла в небе Так же, как и в озоновых освежителях День и ночь меняются только потому, что Солнце ходит по кругу И обладает вовсе не такой яркостью, как мы привыкли думать Звучит слишком невероятно Однако по всему миру обычные люди записывают любительские ролики На которых простой эффект солнечного света Они уверяют, подобного на шарообразной Земле быть не может Ну что, здорово люди, которые верят, что Земля круглая Вот вы просто верите и все тупо А проверять не хотите Так вот, смотрите, я вам покажу еще один пример Видим, как солнце, как лучи падают у Солнца Смотрите внимательно Лучи падают под каким градусом на Землю Это говорит о том, что шарик, а точнее светило А точнее Солнце находится близко Если вы не верите, вы попробуете с фонариком этот опыт сделать Или с лампочкой, с чем угодно Сторонники плоской Земли утверждают Факт того, что солнечные лучи расходятся под таким углом Свидетельствует в пользу гипотезы плоской Земли Это якобы говорит о том, что Солнце не удалено на миллионы километров А расположено недалеко от поверхности планеты Официальная наука называет это глупостью И утверждает, достаточно вспомнить школьный курс физики Чтобы убедиться, что Земля – шар, который постоянно вращается В этом можно удостовериться и экспериментально Вот посмотрите на этот простой опыт На видео вода на экваторе сливается, не закручиваясь в раковине А на разных полушариях закручивается На северном – против часовой, а на южном – по часовой Этот факт подтверждает вращение Земли И называется силой Кориолиса Именно сила Кориолиса считалась главным доказательством вращения Земли Еще до выхода человека в космос Однако популярный блогер-экспериментатор Максим Беляев Внимательно изучил это видео И уверяет – в нем есть подло Но обратите внимание сейчас на его руки Что он делает Итак, смотрите за его рукой Обратили внимание, да? И есть еще фрагмент, где он переносит В северное якобы полушарие И теперь обратите тоже внимание на его руку Что он делает с рукой И каким образом он вытаскивает пробку Вот, смотрите, внимательнее Вот экватор Обратили внимание на его руку То есть она неподвижна Он ее не подкручивает Максим Беляев утверждает На видео отчетливо видно, как экспериментатор Делает еле заметное движение рукой в нужную сторону Но его достаточно для того, чтобы вода начала закручиваться в нужную сторону Так что это означает? Может ли Земля быть неподвижной? Никто ничего не опроверг, никто ничего не доказал Потому что все эксперименты с закручиванием воронки В том или ином полушарии или на экваторе Не чисты То есть чистоты научного эксперимента нет Поэтому не доказано ни одно, ни противоположное Однако британский ученый Дэйв Мерфи Считает эксперимент прямым доказательством того, что Земля все-таки стационарна Мой вопрос таков Почему на экваторе есть суша? Так как вода лучше движется, чем камень Если Земля кружится, вода бы скапливалась у экватора Если вы закрутите мокрый теннисный мяч, вода распределится по его середине То есть по экватору Так почему же суша может находиться на экваторе? Это бессмысленно При этом согласно общепризнанной теории Земля вращается вокруг своей оси Ось вращения Земли проходит между Северным и Южным полюсом Тогда как по гипотезе плоской Земли Вместо Южного полюса находится край Земли Который по всей окружности опоясывает ледяная стена Антарктида Если с теорией плоской Земли То Южного полюса как такового нет физически То есть есть окружность, стена, скажем, из-за льда Сверху купол Вы знаете, очень хорошо эту модель Описали в шуточном фильме шоу Трумена Ледяная стена, опоясывающая Землю? Звучит слишком невероятно Но об этом открыто стали говорить даже далекие от науки люди Не так давно центровой игрок Шахил Умель Легенда НБА признался, что разделяет позицию разыгрывающего Кливленда Кайри Ирвинга, заявившего на весь мир, что Земля плоская А Кайри Ирвинг убежден, что Земля это диск В центре которого находится Северный полюс Более того, приверженцы теории плоской Земли Всерьез полагают, что земной край существует И находятся он за Антарктидой Хорошо известно, что согласно договору об Антарктиде Категорически запрещено кому-либо свободно изучать Антарктику Без официального разрешения правительственных органов Все научные исследования тщательно контролируются на государственном уровне Но что за этим скрывается? В чем опасность существует? Почему, допустим, нельзя поехать спокойно, как дикарем каким-то на Антарктиду? Антарктида это, в общем-то, погранзона, получается, если вот так Там посты По всем международным нормам Та страна, которая открыла остров или континент, тому он принадлежит Ну, например, Гренландия, Дания принадлежит А почему Антарктида не принадлежит России? Потому что если понять, что, помимо прочего, что если это не континент, а очень окружность То физически контролировать ее невозможно Поэтому она сегментами и нарезана Исследователи обращают внимание на то, что до сих пор в открытом доступе Нет ни одного снимка Антарктиды из космоса Существуют сотни снимков с Луны и марсианской поверхности Но ни одного снимка земного континента Все известные снимки – это графика И этот факт не скрывает наука Но как это объяснить? Да, это так. В открытом доступе вы ничего подобного не найдете Возможно, какие-то снимки есть в каких-то военных организациях Может, Министерство обороны, но они не открыты для обычных людей И даже для ученых Согласно одной из гипотез, все дело в сильном ионизирующем воздействии В области над Северным и Южным полярными полюсами Которые слабо защищены магнитным полем Земли Якобы это делает съемку невозможной Нет, это не так Потому что мы знаем, что есть По крайней мере, по официальным заявлениям Есть на орбите до сих пор спутники, запущенные еще в конце 60-х годов Которые делают снимки Антарктиды И даже передают с огромных высот Каким-то образом С аналоговых еще спутников 68-69 года Каким-то образом они передают эти снимки на Землю Сейчас при цифровых технологиях Что само по себе как бы вызывает вопросы Но этих снимков мы не видим Мы видим только композитные образы Сторонники гипотезы плоской Земли утверждают Объяснение этому одно Антарктида вовсе не такая, какой нам ее рисуют И возможно именно на ледяном континенте Кроется разгадка Какой на самом деле является наша Земля Ведь мало кто знает, что даже теория Согласно которой в ее центре находится ядро Не более чем догадка ученых Еще в 1906 году специалисты попытались отыскать доказательства того Что в центре планеты действительно находится ядро Для этого они с помощью специальных приборов Пустили по поверхности Земли сейсмическую волну А затем зафиксировали колебания Которые образовались в недрах планеты Так ученые получили график По которому смогли определить плотность слоев внутри планеты Именно тогда геологи предположили Что в центре Земли находится некое твердое тело Но что если они ошиблись И ничего подобного внутри нашей планеты нет Например теория Вегенера по сдвигу оси земной И полярно возможности Земли менять полярность полюсов Долгое время высмеялась Включая 30-е, 40-е, 50-е годы Но сейчас например Эта теория практически является Одной из частей ортодоксальной науки И самое невероятное В 2017 году группа астронавтов из США Сделала открытие переворачивающее Привычное представление об устройстве планет Ученые сообщили об обнаружении плоских планет Астрофизики пояснили Некоторые планеты действительно могут иметь Дискообразную форму Из-за очень высокой скорости вращения Вокруг своей оси И этот факт опровергает устоявшуюся истину о том Что все планеты должны иметь шарообразную форму Подчеркнули специалисты Если на секунду представить Что эти плоские планеты Могут оказаться обитаемыми То что если там прямо сейчас Сжигают ученого Который утверждает, что Земля плоская Как когда-то на нашей планете Сожгли Джордана Бруно Который утверждал, что Земля круглая И вертится вокруг Солнца Так какая она истина на самом деле Солнца 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 Продолжение следует...